Бизнес для Сочи это социально-экономическое благополучие, подчеркивает мэр города и отмечает, что именно бизнесу отведена важная роль обеспечивать жителей и туристов необходимыми товарами и услугами. Только делать это нужно качественно, на уровне мировых стандартов. Уже сегодня количество гостей Сочи бьет все рекорды, а высокий сезон еще впереди. Нагрузка на городское хозяйство немаленькая, чего стоит один вывоз мусора. Здесь мы в полном объеме увидели несовершенство и нежелание наших предпринимателей по-честному вести свой бизнес. Количество мусора за последние 10 дней увеличилось в три раза. И наши тройные вывозы, они-то конечно дают результат, если бы не давали, то вообще город бы засыпался мусором. Но тем не менее, мы хотели бы, чтобы бизнес был ответственным. Потому что одно дело хотеть, чтобы было большое количество туристов, другое дело, надо марку не терять. Мешки, в том числе и со строительным мусором, оставленные у городских контейнеров, грязь и паутина в ларьках и магазинах. Сегодня плюс ко всему нелегальная деятельность предприятий малого и среднего бизнеса. Пресекаться такие нарушения будут в самой жесткой форме, отмечает Анатолий Пахомов. Что же касается добросовестных коммерсантов, то их муниципалитет готов поддерживать. Оказать содействие руководство города решило и предприятиям, которые занимаются экскурсионной деятельностью. У многих в этом году возникли проблемы с участием в конкурсе по размещению экскурсионных павильонов на муниципальной территории. Все дело в правилах, которые для сочинских предпринимателей, занявших эту нишу, оказались невыполнимыми. Выход один – вносить изменения в 639-е постановление губернатора. Давайте подготовьте для мое имя, даже просто сразу же на имя Венивина Ивановича. Я вам прям Венивину Ивановичу могу отдать. Критерии, ну они таким образом созданы, вернее таким образом сформированы, что они поддерживают в основном крупных туроператоров. А маленькие туроператоры, к сожалению, ну по этим критериям не смогут выиграть в этом конкурсе. Анатолий же Николаевич, он слышит всех и больших, и маленьких. И вот именно он говорит о том, что надо дать возможность на рынке предоставления туристических услуг, в общем-то, работать как крупным предприятием, так и маленьким. Во всяком случае, Анатолий Николаевич услышал пожелания малого бизнеса, пошел навстречу. Возможность продавать свои услуги предоставится всем экскурсионным фирмам, но с условием. Сейчас у меня просьба, и чтобы мы эту тему прекратили, повторяю еще раз, моя позиция – пожалуйста, пусть поставят те же самые киосочки, которые удобные, которые не позорят людей. А если они стоят, то заклоньте. Самое главное, чтобы в городе среди предпринимателей были понятные правила, что я могу торговать. Но условия одно. Первое, я не должен кому-то передать это, суп-арендус дать. Второе, на этом месте должен торговать мною нанятый местный житель. Условия, которые я требую, они направлены исключительно на местных жителей. Работает в городе государственная поддержка предпринимателей. Фонд микрофинансирования Краснодарского края предлагает бизнесменам микрозаймы под более чем выгодный процент – от 6 до 10% годовых. Сумма максимальная стала 3 миллиона рублей. Незначительно увеличилась ставка по инвестиционному займу на 0,5. То есть было 8,25, стало 9% годовых. И увеличились сроки. То есть ранее максимальный срок был год, сейчас это 3 года. Пока такой возможностью в Сочи воспользовались всего 6 человек, когда в крае свое дело с помощью возможностей данного фонда уже открыли сотни предпринимателей. Подробная информация о мерах поддержки есть на сайте администрации города в разделе «Малый и средний бизнес». Ольга Десятого, Инга Габешия, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.